здравствуйте дорогие слушатели и читатели моих книг и опять в непотребном месте отвечаю на ваши вопросы но к сожалению по-другому не получается стало потеплее поэтому я вот сейчас занимаюсь строительством корпуса для часов механизм купила отдельно часы теперь собственно говоря сам корпус собирая такой хороший немецкий хенли механизмы всячески рекомендую будет что-то тикать поэтому сегодняшний выпуск так и называется часы без времени как вы видите на них стрелок нет но общем они не нужны значит у меня много всяких страшных вопросов которые так сказать на которые требуется ответить хотя и странно много познавательного например хотелось бы услышать оценку поведения гопников степень деградации их мозга у гопников так сказать с мозгами как как известно это давно и психологи и психиатры определились что у гопников там уровень развития старшей группы детского сада поэтому так как о мозге может быть речь боюсь что нет музыка в исполнении кирилла прокопова записывается ли на студии записывается в залах в основном но он не такой раскрученный автор поищите на его сайте там его произведения некоторые выложены и следите за сайтом издательства везде ближе к осени возможно будет его концерт с можно будет послушать его вживую записи конечно хороши но дают мало впечатлений подскажите вуз для изучения биологии мозга для биологии много вузов начиная от центральных главных московских педагогических вузов где можно изучать часть общую биологию потому что вас заставит ее выучить в отличие от университета поскольку вам надо будет ее потом преподавать но университет годится а вот специализация по мозгу это уж а зависит в основном от вас и где вы будете работать потому что биологию то вы изучите но мозг то вам весь вынесут в этих учебных заведениях будьте внимательны осторожны потому что там обычно скапливаются учебных не ученые а мелкие жулики которые выдают себя за ученых сергей исчиславович к вам огромная просьба сделайте пожалуйста выпуск а химических процессов протекающих внутри нейроны процесс переработки поступающих нейромедиаторов чем где медиаторы щепляются из чего производится это вот такая книжка я ее даже если вслух буду читать без картинка плохо пойдет поэтому учитайте элементарные учебники на эту тему исписаны океаны литературы пожалуйста современная литература на эти все вопросы вам даст полный ответ профессор должен прочесть белого об инволюции знаю его лично и видел его замечательное выступление о том как наши далекие предки во времена динозавров поили детенышей динозавров молочком но как-то понятно что наши предки вдруг подревнели там на 80 миллионов лет это оригинальная мысль хотя палеонтологических остатков неизвестно но это ладно бы но там же еще и молоко откуда млекопитающие это взялись наверное люди там у своих дамочек сдаевали чтобы динозавров кормить ну простите это уже не ко мне ну и последнее кто тарелочки ты делал китайцы тоже переместились туда же весь своим фарфором вы знаете такие вещи у меня лучше не сдавать не спрашивать а то кого-нибудь обижу значит мне любопытно чтобы уважаемый профессор сказал бы об этой теории психолога есть ссылка этот томас прислал но я могу сказать что с моей точки зрения психологии не совсем наука как бы так мягко говоря и поэтому тем более подобные теории они не стоят моего времени чтобы их слушать самое лучшее было бы их печатать на такой мягенькой бумажке которую вешают в рулончиках около туалета тогда под него была какая-то польза уважаемый профессор мой мозг требует один из ваших объективов что делать искать все объективы которые у меня есть они выпускались не в одном экземпляре поэтому если вы напряжетесь и как я например съездите цивилизованную страну порыщите там по антикварным лавкам договорить с местными мазуриками тогда смотришь вам объективчик перепадет а вы так что думаете вот объектив который так сказать является уникальным явлением истории культуры он просто так вам достаться достанется нет попотеть придется кстати говоря насчет объектив все спрашивают а чем я снимаю хасельбладом хасельбладом 907 очень хорошая камера и там есть функция видеозаписи наслаждайтесь господа так что можете обратиться если у вас старая версия хасельблада x1 d2 то вам той же самой фирме кутузов фото где я пользуюсь чей техникой я пользуюсь вам спокойно помогут прошить его снова прошивка этот работает как видеокамера так с вы явно потерял веру в человечество вот и ручку строгает от топора ручку от строгал забил туда клинушек из лиственницы с разными коэффициентами расширения так все будет хорошо как говорил о себе сын лейтенанта шмидта свободный художника холодный философ тут согласен я тоже люблю философ когда они уже холодный тут совершенно верно а отличая чем отличается владимир архипов мозг слесаря и токарь от футболиста и хоккеиста но в данном случае почти думаю ничем если конкретно про эти профессии единственное что у них может быть мускулатура другая система двигательных полей коры побольше от химика физика и как поможет тут томограф уважаемый владимир архипов книжки надо читать они слушать и разную хинею и сомнительных папу популизаторов науки как заметил один мой читатель у меня в книжке изменчивость и гениальность все написано повторяться я не буду книжки читайте многие говорили о моей той шапочки такая которая была в предыдущем ролике тоже вот в этом самом месте эта шапочка знаменитая это последняя шапочка которую мне удалось перехватить из цеховских сна от цеховских снабженцев когда они разворовывали значит уже эти запасы цыка и распродавали мне перепала стоила на 7 рублей девяносто первом году вот уже прошло 30 лет она все как новое и даже вы завидуете горжусь остаются много лет без ответа два вопроса про потылицу во всех словарях слова затылок однако профессор неоднократно упоминал как мягкое место ниже поясницы я упоминал в том смысле что у многих место потылица занимает задница вот так надо рассматривать еще вопрос значит про портрет и количество мимических вас при длинных выдержках сколько не искал нигде подтверждение нашел а вот глумление в различных фото сообществах при высказывании данной позиции выдержал уже немало мало сочувствую но в основном фото сообщества это скопище таких слабоумных подростков которые получаются фотографии из-за того что есть цифровые камеры нажал получилось они как правило не имеют ни образования не понимая ничего почитайте книжки о портретной фотографии за бабурина очень известная широко распространенная почитайте руководство старых авторов которые умели фотографировать а эти горе фото сообщества которые фотографируют в основном голых девиц потому что другие с ними не соглашаются как потом полобзаться и заполняют этим мусором интернет ну что они могут иметь большой интерес для службы наказания нашей и для института сербского потому что если их шедевры с голыми девицами скачущими то в полете с тряпками показывать сексуальным маньякам то это отобьет у них желание нападать на девушек на всю жизнь а то и потенция исчезнет и насовсем так что большая польза может быть принесена а так почитайте старую литературу по фотографии муж за бабурина все знают обратитесь к нему вы считаете анна розова сергей вячеславович как вы считаете постепенно уменьшение магнитного поля земли и смещение магнитных плюсов оказывает влияние на организм человека сказаться как на работе мозга если вам не сказали никак бы не сказалось так что забудьте об этом вы живете среди проводов и таких электромагнитных полей которые прикладываете к себе куху в виде смартфона что магнитное поле земли отдыхает но еще есть несколько вопросов значит кирилл сазонов что такое интерес что за сумасшедшие силы составляющие живые существа и так дальше есть люди которые читают книги хрустят шершни угла и мертвые языки изучают фотоаппаратом по раскопкам музеем трать значит что за что такое интерес интерес это когда вы не можете найти объективного способа для самореализации это может быть две причины первое у вас действительно области мозга очень большие которые отвечают за ту или иную функцию вы пытаетесь реализовать а второй наиболее распространенный вариант связаны как раз популизаторами это связано с тем что не могут найти способа доказать свою доминантность окружающим ну никак вот инженер ходит каждый день на работу там скучно и занудная работа неинтересно и вот он раз в мей в год там едет в экспедицию с археологами там монеты выкапывает маниакально и в них разбирается это как раз неудовлетворенный культ личности чистая инстинктивная форма поведения вот таким образом реализуется такого много что такое скука значит но скучно на диване если уже все есть да конечно хватаешь отправляешься искать приключение тот же мотивчик потому что гложет потихоньку не состоявшийся обезьяне доминантность но и нужно ее как-то реализовать хорошее дело если вы направляете в что-то интересное а не просто в накопление динзнаков это тут же еще и замечательное шило задницы значит не сидит человеку на месте это все проблемы двух сортов или есть проблема связаны с репродукцией или есть проблема связаны с доминантностью используйте вот альсан сергеевич пушкин это самое шильцы в одном месте использую то что стихи писать кто-то использует это для того чтобы заниматься наукой кто-то искусством и прочь пока гормоны и желание выпендриваться не прошло постарайтесь воспользоваться и на собственное благо на благо человечества смотришь что нити получится на этом до свидания